Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаев Вести Карачаев В Карачаево-Черкесии продолжает работу Единый республиканский штаб по сбору централизованной помощи для военнослужащих из региона, проходящих службу в зоне специальной военной операции и членов их семей. В рамках его работы с целью поддержать бойцов из нашей республики на передовой общественным движением Народный фронт реализуется проект «Все для победы». Помочь может каждый перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей стало гораздо проще благодаря уникальному QR-коду. Все будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции. Кроме того, продолжает работу пункт сбора в региональном отделении Народного фронта по адресу Черкеска, Ленина, 34. Всю подробную информацию можно получить по телефону 8 928 027 41 22. В Тибердинском национальном парке составилось межведомственное совещание по вопросам подготовки и проведения зимнего туристического сезона на территории курортов Дамбай и Тиберда. Особое внимание уделили тому, что услуги, оказываемые отдыхающим, должны в полной мере отвечать требованиям безопасности. Подробности у министра туризма и курорта в республике Расула Тикеева. Особое внимание мы обратили на оказание туристических услуг, то есть это в том числе предоставление услуг на горнолыжных склонах, то есть кто имеет право предоставить эти услуги. Мы обсудили вопросы о привлечении к ответственности лиц, которые оказывают эти услуги несоответствующим образом, так сказать. Дальше обеспечение инфраструктурой, обслуживание автодороги федеральной, которая ведет к курорту самому, уборка снега, мусора и так далее. То есть самый актуальный вопрос, который на сегодняшний день стоит. Вице-премьер республики Муса Икзеков проверил степень готовности пошивочного цеха в Красном Востоке. В нем будет производиться одежда для военнослужащих по заказу Минобороны России. Благодаря открытию швейного цеха в ауле будет создано более 200 рабочих мест. Задача была принять объект по готовности, понимать, что все сделано по требованию партнера Вентекстиль Прома, с которым посчастливилось познакомиться. Мы очень долго искали партнера, с кем можно организовать рабочие места в Красном Востоке. И конкретно под техническое задание, под технологические параметры, требуемые для производства различного вида продукции. До конца первого квартала 2023 года в 68 регионов страны дополнительно поступит 299 передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в небольших населенных пунктах. В Крачаево-Чехесе, в частности, поступят два из них. В федеральном бюджете на поставку медицинских мобильных комплексов заложено более 2 миллиардов рублей. Это позволит приобрести 235 комплексов для оказания первичной медицинской помощи, 30 комплексов для проведения профилактических осмотров и 34 для проведения флюорографии и маммографии. «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете средства на капремонт более полутора тысяч школ в следующем году. В текущем по программе капремонта школ отремонтировано более 1 тысяч учебных заведений по всей стране. В Крачаево-Чехесе в этом году в программу вошли 23 школы. В 18 из них работы закончились, и учебный год школьники начали в обновленных зданиях. В пяти завершатся в следующем году. С сентября следующего года в поездах страны начнут действовать новые правила. Пассажиры, купившие билеты на верхние полки, получат законное право садиться на нижние полки, чтобы поесть. Для этого им отводится время. На завтрак полчаса с 7 до 10, обед 1 час с 12 до 15 часов и ужин 30 минут с 19 до 21 часа. Изменения приняты в связи с многочисленными жалобами граждан. Компьютерная академия ТОП при поддержке Министерства цифрового развития и Министерства образования и науки провела конференцию для подростков, которые хотят в будущем работать в сфере IT. Заинтересована ли молодежь этой профессии, расскажет заместитель министра цифрового развития Андрей Грибкин. Форум – это попытка собрать всех участников IT-сообщества нашей республики, нашего региона и попытаться выстроить некую траекторию развития. Развитие не в части внедрения тех или иных технологий, а развитие в части повышения компетенции или же подготовка молодых специалистов. Следственными органами республики завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммунального предприятия, занимающегося организацией водоснабжения и водоотведения, который обвиняется в злоупотреблении, полномочиями и неправомерном обороте средств платежей. Установлено, что фигурант используя свои полномочия с целью извлечения выгоды в период с мая 2018 по апрель 2020 года, завысил расходы на капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения более чем на 36 миллионов рублей. Как следствие, необоснованное увеличение стоимости ремонтных работ стало причиной роста тарифа на водоотведение и очистку сточных вод на 22%. И в конечном счете нанесло имущественный вред потребителям услуга на сумму более 7 миллионов рублей. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Сотрудники Следственного комитета по Карачао-Черкесии подарили необходимое медицинское оборудование отделению реанимации и палеотивной терапии Республиканской детской больницы. Следователи также познакомились с работой по оказанию помощи детям. Рассказывает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Евгения Перхильева. Действительно, Следственный комитет с большим трепетом относится к палеотивному отделению Республиканской детской больницы. В прошлом году мы приобрели и подарили телевизор для маленьких пациентов, потому что, когда они смотрят телевизор, они не отвлекаются на манипуляции, которые с ними проводят доктора. Естественно, детки не плачут, спокойно на все реагируют. Вот сейчас мы привезли хирургический отсос, который им очень необходим. Периодически они выходят из строя, и, естественно, у них появляется необходимость приобретения новых. Сегодня в Черкесске состоится встреча клуба молодых предпринимателей. Напомним, это сообщество, в котором каждый резидент сможет найти бизнес партнеров и наставников, развить свое дело и объединиться с существующими федеральными и региональными сообществами предпринимателей. Региональное общество «Царьград» в рамках проекта «Исторические названия улиц и городов» планирует установить адресные таблички с историческими названиями улиц Республиканской столицы в целях просвещения горожан, рассказывает руководитель регионального общества «Царьград» Денис Струговцов. Благодаря деятельности регионального общества «Царьград» жители и гости города Черкеска могут узнать прежние названия улиц в бытной станице Баталпашинской, улица Ленина именовалась Покровской, улица Ставропольская называлась Технической, улица Октябрьская – историческое название Плановая, площадь Кирова – историческое название Площадь Базарная, улица Красноармейская – историческое название Коммерческое. Региональное общество «Царьград» продолжает реализацию проекта «Исторические названия улиц и городов». В пяти фирменных магазинах «Склад заморозки номер один» города Черкеска открыты адресные таблички с указанием действующего и исторического названия улиц. Также «Царьград» разместил адресные таблички с историческими названиями улиц на зданиях Дома профсоюзов и на здании Святосервисской гимназии города Черкеска. В Карачаево-Черкесии завершился второй этап профилактической акции «Дети России-2022», целью которого было предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, пресечение их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот. В рамках акции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии посетили общеобразовательные учреждения региона. Полицейские рассказали школьникам о пагубном воздействии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека, об ответственности, предусмотренной законодательством страны за употребление и хранение наркотиков. В республике стартовал 12-й межрегиональный профессиональный конкурс учителей родных языков и литератур, субъектов Северокавказского федерального округа и Адыгеем «Разные, но равные». Площадкой для его проведения стал Карачаево-Черкеский государственный университет имени Умара Алиева. Мероприятие проводится ежегодно с целью укрепления и развития добрососедских отношений среди народов Северокавказского федерального округа, формирования межрегиональной модели системы преподавания родных языков и литературы, посредством обобщения и распространения инновационного опыта лучших педагогов Северокавказских республик и повышения профессионального мастерства и социального статуса учителей родных языков и литератур. В республике стартовал конкурс инновационных проектов «Умник-2022», победитель которого получит 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ. Региональный центр «Мой бизнес» и фонд содействия инновациям приглашают к участию жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет, занимающихся инновационной деятельностью и ранее не побеждавших в программе. Проекты можно представить по следующим направлениям – цифровые технологии, медицинные технологии здоровья и сбережения, новые материалы и химические технологии, а также новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. В столице Карачаево-Чехеси в течение трех дней проходил обучающий интенсив для студентов вузов и СУЗов, в рамках которого молодым людям рассказали о тонкостях реализации проектов, направленных на развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости населения. Информацию комментирует руководитель бизнес-интенсива молодежный предприниматель Белла Брантова. Я тесно сотрудничаю с Центром поддержки предпринимательства, с Центром «Мой бизнес» Карачаевой Черкесской Республики и Торгово-промышленная палата Карачаевой Черкесской Республики. И данная идея у меня как раз-таки заложилась в тот момент, когда я с ними очень тесно работала. Целевая аудитория моего проекта – это студенты высших учебных заведений и среднепрофессиональных учебных заведений Карачаевой Черкесской Республики. Мы планируем проводить в очном формате бизнес-курсы. У нас будет четыре направления обучения. Это изучение мер поддержки для малого и среднего предпринимательства, ораторское искусство в бизнесе, маркетинг и будет у нас социальное предпринимательство. В очном формате планируется обучение у нас 30 студентов, но рассчитываем на большее количество человек. В принципе, готовы принять порядка 40 студентов. Более 200 человек написали экологический диктант на офлайн-площадках Республиканского центра. В этом году ими стали 2-я и 12-я школы, Центр образования номер 11 и 15-й лицей Черкеска. Проверить свои знания по экологии всежелающие могут и на официальном сайте ecodictant.rus. Онлайн-версия доступна до 27 ноября. В течение 45 минут участникам просветительской акции необходимо ответить на 25 вопросов, касающихся природы, климата, экологической безопасности и так далее. По данным организаторов, в прошлом году экологический диктант написали 3 миллиона 400 тысяч человек из 105 стран. Карачая-Чикесия в прошлом году вошла в топ-10 регионов России по количеству обладателей дипломов первой степени. До конца ноября все желающие смогут посетить выставку творческих работ «Мир искусства детям» в корзина галереи Черкеска. Фестиваль проводится в нашем регионе с 2017 года. В этом году 32 работы представили учащиеся детских художных школ с ограниченными возможностями здоровья. Информацию комментирует методист учебно-методического центра по художному образованию республиканской столицы Просковья Маркова. Наши выставки принимают участие учащиеся художественных школ и художественных отделений детских школ искусства. Дети, которые имеют ограничения по здоровью. Но они обучаются у нас, несмотря на все сложности, несмотря на то, что многим приходится ходить 4 раза в неделю, они прекрасно справляются со всеми программными заданиями и активно работают творчески. Выставка у нас проходит по целевой программе. И мы благодарим Министерство культуры Карачаева-Черкесии, Министерство культуры России за поддержку. Ну и последняя информация. Более 80 работ посвятили дети и студенты республики военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Выставка, посвященная гуманитарной миссии России и военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, представлена на одной из центральных улиц Черкеска Первомайской. «Единая Россия» и «Молодая гвардия» организовали ее совместно со школами, вузами и СУЗами республиканской столицы, чтобы жители и гости города смогли увидеть, сколько тепла, смысла и глубины вложили школьники и студенты в свои творческие работы в поддержку наших военнослужащих, задействованных в миссии по защите интересов России. На выставке были представлены не только рисунки, но и детские поделки. Ранее в рамках акции «Защитникам Отечества» вместе с гуманитарным грузом партийцы передавали для наших военных и мобилизованных письма, написанные студентами. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами небольшой дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла, в горах местами плюс 5-10, в центральных районах республики местами высокая степень пожароопасности 4 класса, в Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 14. На этом новостной блог завершен, с ним знакомила Рита Нирова. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата» Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали смс с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали смс из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ммс или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным, не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!